Играю ответную партию с мастером Фиде из Чехии. У нас славянская защита, раннее ДЦ и, наверное, Е3. Не буду что-то мудрить. Слон Е6-хот достаточно редкий. Думаю, что Ферзь С2 здесь пойдет. И на Б5 уже буду работать с этой пешкой путем А4. Не хочется сразу съедать на С4, потому что слон стоит не очень хорошо для черных. Мешается развитию, поэтому, наверное, по временю с этим делом убеду коня на Д2. Возможно, мы заберем на С4 именно конем. Конь Д7. Такое развитие соперник выбирает. Ну и попробую сыграть поинтереснее. И к Б3 здесь пойду. Вскрываю линию С для дальнейшей атаки, жертвуя пешку. На БА, естественно, ладья А4-хот. На слон Б3 Ферзь Б3 и преимущество двух слонов с неплохим развитием. Вот на это я здесь рассчитываю в этой позиции. Слон С4 здесь. И попробую так переключиться на пешку С6. Соперник, возможно, на ладья Ц6 задумал конь Б4, но у меня же есть ладья Ц8. Поэтому, думаю, имею полное право так сыграть. И уже играть эту позицию. Полная неразвитость, конечно, на королевском фланге у черного. Соответственно, Ферзей менять, ну, уж совсем не хочется. Поэтому Ферзь Б7. Ферзь Б6. На ничью соперник, скорее всего, здесь согласен. Ну, наверное, заберу уже и слон Д2. Все равно большой перевес в развитии. Должен первый я успеть приклеиться к пешке А7. И за счет того, что не рокированный король, не выведена фигура, пешку я эту должен выиграть со временем. Но как это правильно сделать, вопрос. То есть можно сыграть конь А5. Можно пойти сначала ладья А6. Наверное, конь А5. Сразу. Заставлю слона уйти на Б8. И теперь попробую конь Ж5. По новым слабостям пройтись. На король Е7. Уже есть ход слон Б4. На ладья Ф8 бью просто на Х7. Так, подтягиваю еще одну фигуру к атаке. Конь Е4. И конь Д6. С идеей на слон Д6 взять слоном. И пешка А7 явно подвисает. Можно, в принципе, и здесь это сделать. Можно сыграть еще поинтереснее, наверное, как-то. Ну, как именно, не вижу. Конь Д6, поэтому. На конь С4 есть под ладья А7 все равно. То есть конь С4, ладья А7, конь Д6, ладья А8 и ладья А8. Беззащитно просто. Теперь слон С5. И, в принципе, такой ладейник 5 на 4 должен быть выгнан. То есть чем больше пешек на одном фланге, тем лучше. Моя задача просто будет их не менять и создать где-то проходную. То есть такую позицию можно будет катать еще очень-очень долго. А черным защищаться крайне непросто. Е4, наверное, сразу имеет смысл. Теперь же 3. Возможно, черным удастся после аж 4 одну пару пешек поменять. Но больше я постараюсь им не позволить сделать. Наверное, есть ход здесь. Где А6 с идеей Д5. Создать проходную. Возможно, даже получится играть Д6 и укрепиться. Путем Е5. Уже защищенный проходной эта позиция должна быть 100% выиграна. Д6 играется, да. И теперь хочется играть Е4, но ладья Ж3. Вот этого, честно говоря, я не видел. Но, наверное, король Д4 здесь тоже дает мне перевес. Ф6. Попробовать хочется Е4 все равно сыграть. И на ладья Ж3 Е5. Просто интересно проверить, будет ли эта позиция выиграна или нет. Изберу пешкой. На ладья Ж4, король С5. Таким образом, хочу просто сыграть ладья А7 и поставить быстром ад. Забираю следующим ходом на Ж7. И на ладья Е5, король С6. И матовые угрозы, наверное, неизбежны для черных. И Д7, я думаю, партию уже должно заканчивать. То есть вот такая вот реализация была в данном окончании. Наверное, можно здесь поставить ферзя, но и где-то должен я шахами выиграть эту ладью. Ферзь Ж4. Ферзь Ф4. И на король Ж7 я сыграл бы. Ферзь Ж3, но соперник не дает это сделать. Сыграю король Д6. Сразу не получилось выиграть ладью. Ну а здесь уже, наверное, все просто. Ферзь С7 выигрывает. Ферзь. Ферзь. Ферзь.